Родион Дубина Правило тринадцатое. Всегда запирай машину. Сашка, ты капец как вовремя появился. Своеобразно поприветствовал меня дед Максим. Че у вас тут произошло? Спросил я. Да произошло тут. Я всего на пять минут вышел. Нужно было кое-какие материалы взять с гаража и инструменты. Ваську этого просил твоего. Ну, ссыкливый, падла. Ничего я не ссыкливый. Ты вон вышел и чуть не подох. Заявил Вася. Эт да, лучше б я и не вылазил. Да что произошло-то вы можете рассказать? Не выдержал я. Да почуяла меня тварь какая-то развитая. Хоть и без шума двигался. И полезла она через ворота, да еще и дружков своих позвала. А тут мимо эти проезжали. Не успели они перед появлением Орды свалить. Ну и проехать не смогли. Дорогу им тварь перекрыли. Вот они в ворота и заехали, чтоб кого пострашнее задавить. И тогда часть Орды за ними и рванула. Но потом от машины, как от песен Гузовой, шаганулись. Рассказывал Максим. Я в это время поедал сухпайок и запивал свежим кофе. Потом мужик вывалился оттуда и как псих озирается. Был б у меня патрон, я б вальнул его на всякий пожарный. А так стою только и смотрю. А он с автоматом и давай твари отстреливать. Но если б не он, меня б сожрали уже. Так что спас меня. А твари вроде идут на шум, но ближе, чем на пять метров к машине не подходят. Так они и бегали вокруг него, а тот их отстреливал. Но потом патроны закончились, а следом и аура отпугивающая. Я его в бункер позвал. Он сначала мялся, к машине подбежал. Но твари толпой навалились, открыть даже не дали. Это потом он рассказал, что Алиск там осталась. И что это она отпугивала тварей и поэтому вылезти не могла. Для этого навыка концентрация нужна хорошая и сил много уходит. Я только попыталась выйти, твари навалились и проще было внутри остаться. Объяснила девушка. Ну, вепрь правильно сделал, что свалил сам. Я хотел и дождаться, пока твари уйдут, но их только больше становилось. Пришлось понемногу навык использовать и пить энергетик, чтоб энергия не просела. Энергетики помогают? Уточнил я. Да, только это не те, что в магазинах продают. Ну, то есть их тоже продают, но не на земле, а в пазле. Их из печени сильных тварей делают. У них тоже что-то вроде навыков есть, только это обычно проявляется усилением чувств или тела. Откуда ты знаешь имена и все такое, если в машине сидела? У нас рации есть. Ответил за нее мужик по прозвищу Вепрь. Ну, они тут немного по-другому работают, добавила девушка. Чем больше расстояние, тем дольше доходит сообщение. Вот ты сказал человеку за 10 метров от себя, и у него в рации слова только секунд через 15 прозвучат. Ну, и питаются все приборы тут за счет осколков и камней из монстров. Я уже обещала деду научить сделать такие приборы за то, что приютил нас. Слушай, а расскажи подробнее про эти камни и осколки. — попросил я. Девушка тяжело вздохнула. Если честно, уже подустала рассказывать одно и то же, но за спасение так и быть расскажу. Никто не знает, откуда летят эти метеориты, но при падении они рассыпают осколки в нескольких километрах вокруг себя. Вся эта область, на которой они рассыпаны, переносится в этот мир. Его называют тут пазл. За то, что все новые участки собираются в единую картину, так сказать. А что происходит с Землей? Ну, откуда их вырвало? А хрен его знает. Никто туда еще не вернулся, чтоб посмотреть. Но все вновь прибывшие говорят, что их метеорит был первым. Тут уже столько версий происходящего выдумали. Кто-то считает, что все это понарошку. Будто очень реалистичная компьютерная симуляция. Ну, из-за инфы, что во сне появляется. Кто-то БСМщиков тут винит во всем. Считают их пришельцами, что они нас похитили. Но большинство склоняется к тому, что миров бесконечное множество. Параллельных, понимаешь? Не совсем, признался я. Ну вот ты живешь на Земле в этом поселке. А параллельно существует еще много копий тебя, которые могут даже чем-то отличаться и живут в других мирах. Вы тут все на чем-то сидите, да? Какие нафиг параллельные миры? Как же с вами нубами сложно. Ничего, скоро твой мозг адаптируется, и ты будешь более спокойно воспринимать информацию. Ну вот, для примера. Ты же в России живешь. То есть жил. Ну да. И как вашего президента зовут? Вадим Вадимович Пулин. Уж сколько себя помню. У нас тоже он. Да он в любом мире будет презиком. Вставил свое слово Вася. Ладно. Ну а сколько у вас мировых войн было? Две всего. В девятьсот четырнадцатом и в тридцать девятом. Вот. А у нас они только начались в этих годах. Так и я про начало говорю. Ай, блин. Ну короче, верь в какую хочешь теорию. В конце концов, какая разница, что там на Земле после метеорита. Главное, что здесь происходит. И то верно. Но все равно интересно. Расскажи еще про осколки. Попросил я. Ты как сказку на ночь просишь? Мило улыбнулась Алиса. Ну слушай, малыш, слушай. Вепр ревниво посмотрел на девушку, потом на меня. Но все же промолчал. По составу они могут отличаться. Встречаются осколки. Эпсилон, дельта, гамма, бета и альфа. Это своего рода ранги силы, ну или уровни, если ты когда-нибудь играл в ролевые игры. О, ролевые игры я люблю. Там полицейские, преступница. Да я про компьютерные игры из Рощуга. Кстати, альфа практически не встречается. Добавил вепрь. Да, это редкие осколки, впрочем, как и бета, только попадаются еще реже. Пояснила девушка. А чем они отличаются? Ну, эпсилон или эпсилки, самые слабые, самые простые фиолетового цвета. Их энергия даже в пыли содержится, она же всех и заражает в первый день. Осколки дают и улучшают один навык. Также можно ими запитать простую электронику. Типа батареек, аккумулятора для телефона или еще на что-то. Но для автомобильного уже не хватит ее. Дальше идет дельта. Эти камни встречаются чуть реже, где-то процентов 30 от общей массы метеорита. В то время как эпсилки это около 60%, дельты излучают уже не фиолетовый, а синий цвет. Дают и улучшают еще один навык. Но чтобы его освоить, тебе нужно пятый уровень получить на ранге эпсилон. И до верхней границы шкалы опыта, так сказать, дойти. Шестого на этом ранге уже не бывает. Вот тогда ты и нужно дельту впитать, и ты получишь новый доступ. Что эти доступы дают? Ну, во-первых, твое тело становится более сильным. Ты уже стал немного сильнее, когда эпсилку получил. Но там еще пара дней адаптации. Например, если до этого ты подтягивался, допустим, 10 раз, то теперь 15, а то и 20 сможешь. Ранг тоже влияет. Ну и соображать получше будешь. Мозгу ведь тоже нелегко. Он поначалу сопротивляется, не верит во все это, тупит. Дальше будет проще, если выживешь. Во-вторых, ты получаешь новый навык и новую энергию, дельта, соответственно. Она расходуется на этот второй навык, но можно и на первый ее тратить, если не жалко. Но первую энергию эпсилон на навык дельта ты уже не сможешь потратить. Ну и дальше по нарастающей. Но скажу тебе сразу, дальше гаммы подняться сложно. Там и ранги сложнее увеличивать. Мутантов нужно с сотнями валить каждый день. Ну и бета-камни встречаются очень редко. По слухам, это около 1% от общей массы метеорита. Может, в нем самом им побольше, но к ядру не подобраться. Там даже твари не выживают. Аномалии куча вокруг, ну и сама аура. Ясно. Короче, чтобы стать сильнее, нужно валить монстров и искать камни. Не камни, а осколки. Камнями тут называют добычу из монстров. У них в почках скапливаются камушки, в которых энергия их тела хранится. Их можно жрать, они запас энергии увеличивают и скорость регенерации. Ну и общую энергию тела увеличивают. Ее здесь опыт называют, как в компьютерных играх, так проще. Ими также перезаряжать аккумуляторы можно, но только после того, как они впитали энергию из осколков. Камни, кстати, тоже разные бывают. Из самых слабых тварей, медляков, из более сильных шустриков можно достать камни эпсилки. Влияют на энергию эпсилон. Для новичков самое то, да и старичкам полезно, если первый навык у них хороший. Они тоже фиолетового цвета, но не светятся так ярко, как осколки, разве что выделяются в темноте слегка. Шустриков еще очень редко можно достать дельты. Это синие камушки, чуть крупнее. Тебе они пока не помогут никак, но чаще они встречаются у тварей третьего ранга. Гарантированно можно сказать. Еще у тех тварей может быть камень гамма. Это третий ранг. Они встречаются через раз или даже реже, но тебе еще далеко до этого. Таких тварей в одиночку не завалить, разве что разведчиков. На третьем ранге твари очень различаются. Например, возле бункера стояла ведьма, ну или по-другому банши. Она сама по себе слабая в плане живучести, но когти очень опасные, кишки одним ударом выпустит, но самое противное ее голос. Он дезориентирует, оглушает и привлекает других тварей. Ну и заметить бывает трудно, может неподвижно часами стоять. Даже медляки немного пошатываются, когда стоят, а она как будто так ток пересмотрела. Так, ну с осколками и камнями вроде прояснилось, а теперь расскажи, как тут люди живут, то есть города безопасны, или поселения, лагеря, бункеры. Живут? Ну ты наивный. Здесь не живут, здесь выживают. Нет, все это есть, конечно, но безопасными эти места назвать нельзя, а выживают кто как может. Кто-то сидит под землей и не высовывается, но так ты рискуешь кукухой двинуться, да и еда не бесконечная. Кто-то поселение создает, налаживает производство и поиски еды, патронов, осколков и камней, естественно, тоже. Но там ни хрена не безопасно. Чем больше поселения, тем сильнее оно привлекает тварей, а значит, оборонять его нужно круглые сутки. Первые ранги, хоть и не опасны, но их очень много. Когда такая орда атакует поселение, там нужно около сотни бойцов с автоматами, пулеметами, гранатами, ну и боевыми навыками, желательно массового поражения. Таких умельцев очень ценят и развивают всем поселкам. Но кроме тварей, есть еще и другая угроза. Это такие мрази, которые на людей охотятся, черные хантеры. Есть еще светлые, они сильных тварей выслеживают и убивают, а вот темные, высокоранговых людей. В людях же тоже есть камни в почках, но на порядок качественнее, чем у тварей. Говорят, с ними можно даже получить навык, который был у носителя, то есть у тебя будет в несколько раз больше навыков, чем у простого иммунного. Но это все на уровне слухов, а их тут, как понимаешь, ту его хуча. Слушай, насчет навыков, как их вообще использовать? Ну, тут все просто, хотя и от навыка многое зависит. Все индивидуально, но в основном на автомате как-то получается. Потом просто тренируешься и все. Когда получишь первый навык, поймешь, как это работает. Хотя некоторые только через несколько дней узнают, что навык получили. Да я как бы уже... Что? Что? В два голоса воскликнули Алиса и Вепрь. Ну, я осколок нашел и... Везучий. Хотя в первый день их нетрудно найти. Беда в том, что потеряшки не знают их ценность и принимают просто за диковину. Или вообще опасную радиоактивную штуку, хотя по сути так и есть. Эти камни излучают радиацию, только не такую, как в нашем мире. Поэтому рейдеры истекаются сюда в первый же день. Сильных мутантов еще нет, осколки еще не разобрали. Но и это не гарантирует успех. Они разлетаются по всему пазлу, а в населенных пунктах их искать труднее всего. Если, конечно, нужного навыка нет. А бывают такие навыки? Конечно, всякие бывают. Кстати, у тебя какой? Ну, я метаю какую-то хрень. Я ей... Хотел я сказать про длинного, но вовремя остановился. Я им не научился еще пользоваться. А ну, покажи. Дед провел меня в мастерскую, где стояла примитивная мишень, несколько досок, сбитых в щиток и с криво нарисованными мелом кругами. Расстояние для стрельбы несерьезное. Комната длиной всего метров пять-шесть. Можно, конечно, и с другой стрелять, тогда будет десять метров. Но мой навык все равно настолько не бьет, так что мне в самый раз. Я стал напротив мишени, в метре от нее, может, чуть дальше. Собрался с мыслями, перевел энергию через руки. Между ними появился приплюснутый шар, который я отправил вперед. Он стукнулся о щит, оставив в дереве небольшую вмятину, а потом исчез. Неплохо. Это один из видов материализации. Ты неплохо придумал ее использовать. Обычно все делают себе из этой энергии кинжал, которого хватает на несколько ударов. Да и то это развить навык нужно. Попробуй в следующий раз сделать что-то вроде пули, посоветовала девушка. Ну, мне как-то удалось сделать шар плоским, как монетку. Я попытался еще раз, представляя, как сжимаю этот шар во время создания. На этот раз получилось лучше, и он встрял в доску, почти пробив ее насквозь. Ого, а сколько у тебя энергии? Обычно чем больше материализация, тем больше энергии нужно. А ты два раза подряд создал. Для новичка неплохо. Было десять, когда спал в прошлый раз. Пожал я плечами. А после этого принимал камушки? Ну, один съел, маленький такой. Хорошо, что только один, и что только маленький. Если перестараться, можно в дикаря превратиться. В кого? Снова не понял я. Ну, если получить энергию, которой твое тело не готово, ты частично мутируешь. Мозг одичает, ты будешь на других людей кидаться, внешне тоже поменяешься. Но вот что интересно, дикари друг с другом как-то уживаются. У них что-то вроде отдельных племен образуется, как у древних людей. Только жрут они мутантов и других иммунных, а иногда и друг друга. Брррр. А сколько можно принимать камней, чтобы не стать таким? Ну, тут все просто. Принимаешь только ту энергию, которая открыта. То есть сейчас тебе только эпсилки можно хавать, ну, которые самые маленькие. А сколько штук зависит от твоего ранга? На первом одну в день, на втором две в день и так далее. Можно сразу две, если ты второй уже, можно утром и вечером. Это вроде без разницы, но самые осторожные на несколько приемов разделяют. И помни, если осколок дельта получишь, не держи его долго в руках. Только когда пятый ранг получишь и полностью энергией заполнишь. Я понял. Так а ты с какого поселения или где живешь? Мы свеприм кочевые, постоянно в движении, стараемся по свежим пазлам гонять, ну и на старые заглядываем. Там поторговать можно. У меня навык располагает к поиску в опасных зонах. Пазлы условно делят на зеленые, желтые и красные, в зависимости от степени опасностей. Новые в первые дни можно считать желтыми, но когда монстры прокачиваются или орда приходит, становятся красными. Вот как этот. Но в этот раз мы не успели вовремя свалить, они походу гнездо тут будут делать. Гнездо? Да, когда в пазли заводится сильная тварь, бета или альфа, они создают гнездовье под землей или в большом здании. Плодятся там, стаскивают туда осколки и трупы. Короче, жилища себя обустраивают. Такие пазлы даже опаснее красных становятся, потому что с такой тварью связываться себе дороже. Четвертый ранг – это нереальная жуть. Если такая придет в поселок иммунных, его и несколько десятков бойцов могут не защитить. Но обычно они так не делают, они умны и осторожны, а если и делают, то не в одиночку, и тогда никто не выживает. Как же тогда тут выжить? «Адаптируйся, развивайся и помни. Осторожность превыше всего. Вот мы увлеклись и чуть не подохли. Повезло, что твари учуяли деда и полезли к нему, а мы заметили и вовремя спасли его, а он нас своим бункером. Но это место советую тебе покинуть в ближайшие пару дней. Твари ищут подходящее место. Может, и вовсе тут не останутся, но если останутся, жить тут не выйдет. «Вообще-то мы хотели кое-кого найти, у него. Я указал рукой на Васю. Похитили сестру, и мы будем ее искать». «Ну, тут несколько вариантов. Если она взрослая, могли в сексуальное рабство забрать, ну или на органы пустить. А может и то, и другое. Тогда это были темные хантеры, хотя они и ребенка не побрезгуют изнасиловать. Вообще, ублюдки без морали и границ. Если они в черных латексных костюмах были, это БДСМщики. В этом случае забудь, никто не знает, где они живут, да и вообще про них нихрена неизвестно. Только что их костюмы на самом деле только выглядят как латексные, отсюда и прозвище. А на самом деле это какие-то крутейшие технологии. Возможно, внеземные. Они вообще непробиваемые, их чем только не пытались взять. И снайпера бронебойными попадали, и огнем, и кислотой. Ничего не берет их короче. Они мало кого забирают, и фиг знает зачем, но никто еще не возвращался и не сбегал от них. Могли еще и другие кочевые похитить. Люди разные, не все такие благодарные и порядочные, как мы. Ну, насчет вас это еще неизвестно. Не удержался я. Это еще что? Я тут изложил, и тебе как все устроено, советы даю, рассказываю все уже два часа, а ты меня еще подозреваешь в чем-то? А сфига ли вам доверять? Видел я уже такого, рассказывал, рассказывал, а потом чуть не сжег меня нафиг. Бывает и такое, способностью? Ага. Пироман, значит, крутой навык. Ну, ты вообще правильно делаешь, что никому не доверяешь, и мы здесь надолго не задержимся. Орда уже наверняка ушла подальше. Сейчас перезарядим тачку и поедем. Вы это, подскажите, где нам искать похитителей? Попросил я. Да откуда ж мне знать? Нет, я ближайшие пазлы все знаю. Но я же не видела, кто ее украл. Одетый примерно как вы, один в камуфляжной форме, другой в лохмотьях, каких-то вроде джинсы и кожа. Нашивки были с вот таким изображением. Начал описывать Вася и принялся царапать ножом на столе изображение. Это точно темные хантеры. Что ж, найти их реально, но очень сложно, а чтоб конкретно этих, даже не знаю. Для этого вам самим придется стать хантерами, ну или их жертвами. Узнать, куда они сбывают свою добычу и постараться их вытащить. Мой вам совет. Сделайте той девушке алтарь. Отдайте почести, попрощайтесь и не пытайтесь ее спасти. Даже если вы ее найдете, это уже будет другой человек, после всего, что она пережила и что еще переживет. Наша психика даже в этом мире с таким не справится. На Васю после этих слов страшно было смотреть. Его лицо исказилось от боли, отчаяния, страха и злости. Но хоть примерно, где их искать? Обычно там, где много иммунных. От потеряшек особого смысла нет, но их можно насильно накачать осколками и камнями, а потом вырезать их. Ну и другие органы тоже ценятся. Почки обычно в самом конце вырезают. У нас, как и у зараженных, это уязвимое место. Но другие органы способны регенерировать. Вася после этих слов молча встал из-за стола и направился к выходу. Стой, ты куда пошел? Но он проигнорировал мои слова. Я поднялся и побежал за ним, но он успел выйти за первую дверь и как-то ее заблокировать снаружи. Эй, какого черта? Орал я в закрытую дверь. Арина с Вепрем тоже поднялись и подошли ко мне, доставая оружие. Это еще что за херня? Выпускайте нас сейчас же, или добром это не кончится. Арина. Предупредил Вепрь. Не могу, дверь не подается. Твою мать, там же машина наша! Воскликнула Арина. А ключи внутри? Да. Виновато ответила она. Зай, сколько раз просил забирать? Возмущался Вепрь. А ты помнишь, как в прошлом месяце еле нашли их? Кто ж знал, твари-то не умеют водить, а выживших поблизости нет. Да и вообще, я думала, ты их забрал, ты же за рулем был. Оправдывалась девушка. Ты говорила, что ее перезарядить нужно? Уточнил я. Да, но немного проехать она еще сможет. Значит, найдем его, я догадываюсь, куда он поехал. Сказал я. Правило четырнадцатое. Планируй отступление заранее. Ну что, будем выносить или вы откроете? Спросил Вепрь с нотками дерзости. Сейчас откроем, мне еще жить тут потом. Сказал дед Максим, подходя к двери. Вряд ли он ее намертво закрыл. Дед подергал рукоятку штурвал, та не поддавалась, но на пару сантиметров в разные стороны крутилась. Он так и стоял, дергая ее. Дед, хорош дрочить, там наш транспорт ваш дружок угоняет. Я сейчас вынесу эту хрень. Но спустя пару секунд с той стороны послышался звон, и рукоятка прокрутилась полностью. Мы все, кроме деда, ломанулись на улицу, а тот заперся от греха подальше. Арбалет я еще раньше снял себя, а если он его починит, получится отличное оружие. Хотя мой навык не хуже, если научиться им пользоваться. Саблю я тоже оставил, как не очень эффективное оружие. С простыми тварями нож справляется не хуже, а с сильными оба этих оружия бесполезны. Зато бегать с длинной железякой на поясе не очень удобно. Машины во дворе уже не было, мертвяков, к счастью, тоже. «Сука, урод, мля!» заорал вепрь. «Тише, сладкий, там на пару км бензина хватит, сейчас найдем его!» Утешала мужика Алиса. «Куда он поехал? Ты сказал, что знаешь!» «Не знаю, а догадываюсь, это на краю поселка». «Тогда веди!» «По улице опасно!» «Нормально, ко мне близко не подойдут, главное, чтоб сильных тварей не было!» «Веб, сколько патронов осталось на ПМ?» «Достаточно, можно не считать пока!» «Ну вот и все, я не пускаю медляков, он валит шустриков, а вот если третий ранг будет, тогда придется побегать, пойдем уже, не очкуй!» «Ты, кажется, сама говорила, что главное – осторожность!» Девушка закатила глаза, тяжело вздохнула. «А знаешь, ты прав, далеко он не уедет, поэтому спешить некуда, пойдем твоими дворами, веди нас, Сусанин!» Я даже немного удивился, нечасто человека можно в чем-то убедить. «Пойдем, только не убивайте его, когда догоним, он просто эмоциональный слишком!» «Да не, что ты, мы только покалечим слегка!» – пошутил Вепрь. «Надеюсь, чтоб пошутил!» Я провел их в соседний двор, где не было ни единого зомбака, затем в следующий, где на нас напала крупная мутирующая собака. Алиса не успела активировать ауру, но Вепрь разрядил в пса сразу всю обойму. Последние пули ее убили. «Псинка, держись сзади, чтоб тебя не подстрелили!» В следующем дворе попалось два медленных зомбака. Одному из них Вепрь расквасил голову ударами кулаков. Похоже, это его навык, потому что с виду не скажешь, что он намного сильнее. Второго убила Алиса, придавив его спутниковой антенной. Девушка просто взмахнула рукой, и крепления с антенны просто оторвались. Затем она добила тварь точным ударом ножа. Я себя чувствовал рядом с ними, как ребенок на какой-то операции спецназа. А дальше нас ждал небольшой сюрприз. Это был тот самый двор, где я взрывал канистру. И не все твари разошлись, не обнаружив здесь ничего интересного. Толпа из двух десятков окружила нас со всех сторон, но ребята даже не думали останавливаться, убегать или убивать их. Они просто шли вперед. Твари не подходили ближе, чем на 3-4 метра к девушке, а я с псинкой и веприм старались не выходить за эти пределы. Девушка была максимально сосредоточена, словно идет по натянутому канату на высоте 20-ти этажки. Движения все же замедлились. Приходилось ждать, пока передние твари, оказавшиеся в радиусе действия ауры, не разойдутся в стороны и не освободят проход. «Впереди бегун!» Спокойно и четко сказала Алиса, словно капитан боевого судна. Вепрь снова разрядил полобоймы, хоть на пистолете стоял глушитель, звук раздражал и привлекал ближайших тварей, все сильнее их возбуждая. Мы не стали останавливаться для сбора добычи, а шли дальше, к метровому забору из дикаря. Перелезать через него было удобно, хотя такое место было всего на одном участке, между деревянным хранилищем для кукурузы, построенным из всякого хлама и сараем, видимо, из камня. Перебравшись через забор, девушка остановилась, развернулась и уставилась на крышу деревянной конструкции. Высоту она была около трех метров. Девушка прервала действие ауры, что было заметно, так как Марьева вокруг нее пропала. Потом резко направила руки в сторону кукурузника и потянула его на себя своим умением телекинеза. Конструкция хоть и была хлипенькой на вид, но не поддалась на усилия девушки. Твари уже пытались перебраться через забор, и Алиса снова включила ауру, поумерив их пыл. «Ща помогу!» Сказал вепрь и подошел к кукурузнику. Пара ударов по столбам опором, и конструкция накренилась, после чего девушка снова применила телекинез. На этот раз все сработало, и проход был перекрыт обломками. «Быстрей!» «Это надолго их не задержит!» «Тяжело дыша», — сказала девушка. Вепрь подхватил ее под руку, но девушка вырвалась, не желая показывать свою слабость. Мы в легком темпе пробежали двор и прошли, как нормальные люди, через калитку, потом прошли по саду в следующий двор. Псинка раньше всех почуяла бегуна и вцепилась ему в ногу. Он взялся откуда-то сзади. Раньше я бы не допустил такой оплошности, но за этих двоих расслабился, да и спешка вносила хаос в мою привычную систему передвижения. Вепрь собирался пристрелить тварь, но, видя до этого, как он стреляет, я его остановил. Сам тоже не стал использовать навык. Тварь уже согнулась над собакой и пыталась укусить в ответ. Пара ударов ножом по почкам, и мускулистое тело падает неподвижным мешком. «Псинка, ты как?» Я быстро осмотрел собаку. Пара глубоких царапин, но это затянется за несколько часов. «Далеко еще?» спросила Алиса. «Нет, пара дворов всего». Мы прошли в следующий, где было два взрослых зомбака и один детский скелет с обглоданными костями. Ужас какой-то. Хотя со мной было бы то же самое, не убей я свою маму. Алиса и Вепрь быстро расправились с парочкой, и я повел их в следующий двор. В нем мы никого не обнаружили, разве что дыру в вольере для собаки. Интересно, а пес иммунный или... Хотя сейчас это не важно, он все равно сбежал и, возможно, уже мертв. «Твою ж мать, Сусанин, мля! Ты куда нас привел?» Выругался Вепрь, глядя в щель забора. «На край села, там домик крутой должен быть, двух- или трехэтажный, с высоким...» «Да ты посмотри, сколько там тварей!» Перебил он меня. Я подошел к забору и тоже глянул в щель. Машина не видна, зато на улице толпится несколько десятков тварей. Большинство из них просто стояли на месте, без всякой цели, и, пошатываясь, глядели в разные стороны или себе под ноги. Эдакая автопати сыроедов, все бледные, вялые и с потухшим взглядом, молящим их убить. Среди них были и бегуны. Примерно каждый десятый мутант выделялся из общей массы более мускулистым телосложением и резкими движениями. Тварей так называемого третьего ранга не видно, но это еще не значит, что их там нет. «Где наша тачка, дружок?» нервно спросил меня вепрь. «Да откуда я знаю? Может, встала на половине пути, а может, во двор загнал. Он, скорее всего, ехал туда». Я указал на большой дом с другой стороны дороги. «Млядь, Алис, доведешь нас?» спросил он девушку. «Не знаю, их очень много, будто орда здесь остановилась». «Скорее всего, они за машиной погнались», предположил я. «Да дело не в этом. Когда тварей слишком много, навык действует хуже. Вместе они будто смелее становятся, и аура их уже не так пугает. А если появятся твари посильнее...» «Да там и бегунов до хрена. Я всех не перестреляю с пистолетов, хотя там и пошуметь можно». «Нельзя, тогда точно сбегутся банши и берсерки». «С берсом разберусь», гордо заявил парень. «Ага, разобрался уже раз. Ноги вместе с хозяйством потом два месяца отращивал». «Ну так разобрался же». «Можно их отвлечь», предложил я. «Я уже так делал, они идут на громкие звуки и вспышки огня. Можно бензобак взорвать или газовый». «А это идея, хотя бы половина уйдет на взрыв», согласилась Алиса. «Только нужно отойти подальше, за этим домом улица сворачивает, а через дорогу уже лес какой-то. Я так понимаю, это соседний пазл? Там можно устроить взрыв». «Можно, но в лес лучше не заходить, в кустах могут быть твари и посерьезнее бегунов. Затаятся и стоят так несколько дней, выжидая добычу». «Тогда на дороге взорвем. Давайте поищем, канистра железная подойдет или баллон газовый». Мы принялись обшаривать двор и дом. В доме раздался грохот, но через пару секунд вепрь откликнулся, сказав, что все нормально. Я обшарил гараж, который открыл с трудом, расковыряв подгнившие доски в районе замка. Внутри нашелся мотоблок, бензопила и бензокоса. По сути, у всего этого есть бачок, но туда поместится до двух литров бензина. Не думаю, что они могут рвануть, как двадцатилитровая канистра. «Нашел!» – крикнул с дома вепрь. Я зашел внутрь, перешагнув через тело с размазанным по полу черепом. Парень стоял на кухне рядом с газовым баллоном. «Хватай, че смотришь?» «А ты газ-то перекрыл?» – спросил я, после чего проверил вентиль. Повернул его до упора в положение закрыто, после чего перерезал шланг, ведущий к газовой печи. «Вот теперь хватаем. Надеюсь, в нем достаточно газа и рванет не хуже бензина. Мы оттащили его к воротам, выглянули, тварей почти нет. Оттащили баллон к дороге даже чуть ближе к лесу. От коттеджа-мажора достаточно далеко, чтобы увезти толпу. И главное, что есть свободный проход по дороге. Мы же просто прячемся во дворах». Я принялся стаскивать к баллону сухие ветки и доски. «Ты че делаешь?» – удивился вепрь. «Костер собираю. А как ты бак собираешься взрывать?» «Да к стрельну в него и все. А ты уверен, что он рванет?» «Ну, баки с газом постоянно взрываются. В новостях раньше видел». «Ладно, только если весь газ уйдет, будешь сам искать новый баллон». «Вообще-то я и этот сам нашел». Мы отошли на безопасное расстояние и вепрь только с третьей попытки попал в бак. Как я и опасался, он не рванул и даже не загорелся. Может, давление газа было слабое, а может, выстрела обычным патроном недостаточно. Были б у него хотя бы зажигательные. Очень хотелось ляпнуть что-то колкое, но не хотелось получить пылицо от разозлившегося показушника. Но и он молодец, не стал оправдываться или обвинять все подряд, а молча пошел искать замену. Я же принялся стаскивать ветки, готовя костер. Не прошло и десяти минут, как он притащил новый баллон. «Вот, нашел соседний в дворе, разжигай свой костер». «А спичек там не было?» «Не смотрел». Я вернулся во двор, нашел пачку сигарет на подоконнике и в ней зажигалку. Поджег костер, заранее убрав от него старый пробитый баллон. Не хватало еще загореться от облака газа. Мы скрылись не только во дворе, но еще и за дом зашли на всякий случай. Здравый смысл говорит, что отойти на 50 метров будет более чем достаточно. Но инстинкт заставляет перестраховываться. Ожидание было мучительно долгим, хоть и прошла всего пара минут. Но когда ждешь чего-то, считая секунды, время тянется медленнее. Рвануло так, что я чуть не подскочил. Или это от напряженного ожидания. В любом случае, твари точно это услышали, как и увидели столб огня. А мы нетерпеливо дожидались, пока особняк мажора освободится от поклонников. Через несколько минут мы убедились, что оставшаяся пара десятков тварей никуда не уйдет. Их интереса хватило лишь на несколько шагов, а потом они будто забыли, куда и зачем шли. Даже стадный инстинкт не увел их за поворот. «Ну что, пойдем?» спросила Алиса. «Я готов, малышка», ответил вепрь. «Такое брутальное прозвище, а такой...» Мы вышли за ворот, и на нас тут же обратили внимание. «Два бегуна», сообщила Алиса. Вепрь уже палил в одного из них, а я приготовился отбиваться от второго. Тот забежал в область действия ауры и немного офигел, но убегать не стал, лишь слегка растерялся, а спустя секунды уже собирался наброситься на девушку. Псинка потянула его за ногу, а я толкнул сбоку. Бегун завалился на спину. Я попытался его перевернуть, чтобы добраться до почек, но тот полоснул меня по настрадавшимся рукам острыми когтями, затем двинул ногой собаку по морде и попытался подняться. Раздалось несколько выстрелов, и бегун перестал двигаться. Вепрь принял горделивую позу, но тут ему в плечо впился подбежавшийся сзади бегун. Парень сжал кулак и влепил его в обезображенное лицо, обхватив его голову другой рукой. «Вижу машину. Что у вас там происходит?» спросила девушка, не оглядываясь. «Малыш, к нам гости. Давай ускоряться». «Насколько ускоряться?» уточнила Алиса. Вепрь посмотрел в сторону, где произошел взрыв. Я тоже посмотрел туда и чуть не посидел в одно мгновение. К нам приближалось несколько десятков тварей, а из толпы вырывалось несколько бегунов. «Бежим, блядь!» заорал Вепрь. «Ворота закрыты! К машине!» крикнул я и рванул к ней. «Она тоже закрыта!» возразил он. «По ней через забор перелезем!» сказал я, догадавшись, почему она там стоит. Похоже, Вася не смог открыть ворота и решил таким образом попасть внутрь или даже не пытался их открыть. Интересно, а та сука добралась сюда и сжив ли ее парень? И что с Васей все же случилось? Правило пятнадцатое. Всегда доводи бой до конца. Возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир пазла, то обязательно напишите комментарий, поставьте лайк и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.